Прекрасная сегодня возможность молодым нашим коллегам, которые представляют и этнографическое сообщество Республики Татарстан, и представителей двух замечательных институтов Казанского Федерального Университета. Я попрошу нашу молодежь поприветствовать нашего высокого гостя, директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамеры Российской Академии Наук, Андрея Владимировича Главнева. Пожалуйста. Я думаю, мы правильно с вами выстроим предоставленное нам время. У нас с вами впереди академический час. Мы попрошу Андрея Владимировича рассказать о самых важных на сегодняшний день, значимых тенденциях в развитии этой области знаний, антропологии, этнографии, этнологии. Вы, уважаемые коллеги, из первых уст узнаете, в чем же различие между подготовкой антрополога, этнографа, этнолога, этносоциолога, что мы считаем серьезной наукой и как планируем развивать эту отрасль знаний в России, каковы общемировые тенденции, общеевропейские тенденции. Я предоставлю возможность нашим коллегам задать вопросы Андрею Владимировичу. И Андрей Владимирович в ответах на вопросы, собственно, и расскажет о своем замечательном творческом пути. Андрей Владимирович – выдающийся ученый, организатор, руководитель крупнейшего на сегодняшний день музейного собрания в Санкт-Петербурге, которое составляет гордость России, один из первых музеев России. И на сегодняшний день в этом замечательном учреждении ведутся активные исследования по самым актуальным направлениям. Какие? Пожалуйста, задавайте вопросы. Кроме того, с гордостью сообщаю о том, что буквально с этой недели Андрей Владимирович стартовал в должности научного руководителя кафедры антропологии и этнографии Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета. Вот за этим длинным названием скрывается одно из самых интереснейших направлений развития исторической науки в Казанском университете, где мы славны традициями, где активно развивались и в 20-е, 30-е, 60-е, 70-е годы, когда пик популярности этнографического исследования, он, казалось бы, прошел. На самом деле сегодня наступает золотое время, когда мы вновь возвращаемся к изучению человека, его материальной культуры, его духовной культуры. И здесь очень важны инструментарии, механизмы этнографического знания. Я еще раз прошу коллеги поприветствовать Андрея Владимировича, а вас прошу выйти на сцену и занять по праву эту трибуну. Пожалуйста. Спасибо за такую высокую презентацию. И вряд ли я смогу охватить весь тот диапазон вопросов, который был назван. Но, напротив, постараюсь, может быть, уделить внимание каким-то базовым, якорным, основным из них, которые дают возможность оценить, ответить на многие частные или сиюминутные ситуативные вызовы. Мне очень лестно, мне видится за честь находиться в этом зале, в зале, в котором чувствуется присутствие призраков, великих призраков. И воссозданный здесь интерьер соответствует тому, что я называю для себя университетом. Мне представляется, что университет в Казани – это один из столпов научного знания России, а во многих случаях и первенствующий университет, по крайней мере, парочка эпизодов даже из той истории нашей науки-этнографии, которую я собираюсь вам здесь представить, обнаруживаются именно здесь. В сегодняшнем Татарстане, в прежней Казанской губернии. И мне представляется, что это не просто разговор о первенствах, о приоритетах. Это тема алгоритма жизни науки. Реальная, действительная наука о человеке, о жизни, должна генерироваться из жизни самой. И когда мы видим, что она то или иное прорастает вот здесь, в Казани, а что-то иное прорастает в Томске, а что-то в Москве или в Петербурге, то это очень значимые и знаковые признаки того, что эта наука живая. Забегая вперед, добавлю к обозначению название, которое вы видите, что народовидение в России, тире, почвенная наука. Это знание, которое произрастает из самой России. В самом общем виде это выглядит так. Кто проехал по России, волей-неволей становится этнографом. Особенно ярко это просматривается в 18-м, с которого мы сейчас с вами начнем, когда закладывалось Россия знания, империя заинтересовалась собой. И проводя инвентаризацию ресурсов, эта самая империя, вернее ее мозги, империи, обнаруживают состояние народности, многонародности. И изучение этой многонародности приводит к становлению фолькера, бешайбок, как это тогда звучало в Академии, потому что Академия чаще всего говорила по-немецки. Народоописание, народовидение. Давайте мы вернемся в 18-й век, что возможно особенно через меня, потому что я волей-неволей человек сколько-то 18-го века. Мне удобно общаться с коллегами, руководителями других научных учреждений и музеев с высоты своего возраста. Мне за 300. Да, это еще не возраст библейского патриарха, но приближение к тому. И действительно, когда вы поднимаетесь по лестницам башни Кунсткамеры, вы ощущаете, что вы поднимаетесь вот в этих витках истории развития науки. Кунсткамеры – это не просто матерь музеев отечественных, это и колыбель науки вообще. Когда-то она была экспериментальной лабораторией для еще не созданной Академии наук. От момента создания Кунсткамеры до Академии наук – десятилетия. очень ярких событий. Итак, к истокам народоведения, к тому состоянию... К тому состоянию... Ну, картинка. Иди. Хорошо, что вы здесь. Высокие технологии не живут вне человека. Чаще всего... Вот смотрите, у него такая же... А что-нибудь еще можно нажать? О! И что? Все работает. А почему не работало? Но вы отключили... А, да не я, не отключила. Это она, видимо, в стендбай-режиме отключается. Мне шепнули на ухо, что здесь в основном этнограф. Ну, или большая часть, преобладающая часть глаз, здесь этнографов. Вы хорошо знаете о том, что наука-антропология, ну, вместе с расширяющей это понятие наукой двойной этнологии и этнографии, возникла в классическом варианте в середине XIX века. Естественно, глубоко в Европе, в лоне эволюционизма. Где-то даже вот и Дарвин, в числе предтеч непосредственных, ну, уж совсем классически она выглядит, посмотрите, как это по-немецки, в немецких учебниках. Обращаю внимание, по-немецки, сейчас мы еще раз вернемся по-немецки, к этому же сюжету, и по-русски. Это главное измерение, потому что, повторяю, в российской действительности XVIII века сочетались по большей части, ну, не считая латыни и кое-чего еще, русский и немецкий. Вот для историка удобная таблица, которая показывает галерею классиков антропологии европейской. Я имею в виду и Адольфа Бастиана, и Эдуарда Тайлора, и Льюиса Генри Моргана с их известными работами. Заметьте просто себе даты их публикации. И Der Mensch in der Geschichte, и Primitive Culture, и Ancient Society это публикации 60-70-х годов XIX века. То есть, даже не середина XIX века, а вторая половина XIX века. Вместе с тем, ровно век прежде, за век прежде, на пространствах Российской империи возникло знание, которое сформулировано в классическом немецком варианте, как «Фолькскунде» или «Фолькскунде» – «Народознание». В отношении между этими двумя знаниями есть принципиальная разница. XIX век дал универсальную антропологию. Антропология буквально переводится как «Знание о человеке». И главным героем антропологии выступает человек. Или человечество. Или человек в проекции на человечество. Или человек как главный герой человечества. Универсальный человек. Для характеристики которого, или грани которого, состояния которого, возможно привлечение этнографических материалов, которые показывают многообразие человечества. Да-да, этого универсального, но такого многообразного человечества. И в этом человечестве определяются стадии развития, помните, дикости к варварству, цивилизации, где стадии дикости и варварства в своем многообразии – это в основном исследуемые, а цивилизации – это в основном исследующие. И вот такая пирамида ценностей, эволюция различных состояний, создает общую конструкцию, модель, древо человеческого развития. Вершину которого, естественно, занимают исследователи. Что касается XVIII века, то мы видим другую картину. Во-первых, начиналось вот это самопознание империи с картографирования. Если помните, Николас Витцин был одним из тех, кому Пётр Алексеевич заказал карту. И карта эта была ничем иным, как изображением империи. Причем, поскольку империя только-только складывалась, у нее не было даже еще самоназвания толком, Витцин назвал ее «Северная Тартария». Это наследие того, что собой представляла качевая империя. И вот как это звучало в исполнении амстердамского бургомистра, в его понимании того, что такое страна, которой владеет царь Пётр. Эта компиляция знаний, которая была посвящена картографированию, интересна тем, что во главе карта. Вообще, картография – это по-своему расчерчивание мира. Кто рисует карту, тот рисует мир. И в действительности, хартия и карта однокоренные. То есть, закон и статусность территории, обозначение территории – это право владеющего ими. Не случайно до сих пор идет борьба за название на карте. Карта – это расчерчивание мира. Вот почему это не забава, а, вернее, одновременно, конечно, и увлечение, но и реальная практика государей. Вот почему Пётр так интересовался, стремился получить эту карту. Причем он помогал по-своему через Виниуса, Андрея Виниуса, Диака, который тоже занимался в придворе картографированием и проектированием освоения восточных территорий, а также через сибирских картографов, в том числе Семена Ремезова, который создавал карту примерно синхронно с Витсеном, свои карты. Вот эта картография, эта прорисовка империи, есть не что иное, как ее узнавание самой империи. Любопытно, что именно к карте понадобились комментарии, которые выразились в очень толстом издании, превратившемся в состоятельный текст. Обращаю ваше внимание на вот эту последовательность. Ради карты создаются пояснения, которые приобретают статус и смысл самостоятельного сочинения. Для нас это кажется странным. Нам представляется, что наоборот, прежде всего, это текст Северной Тартарии, а карта как бы в приложении. Вот момент создания, а все было наоборот. Любопытно, что и последователи Витцина в этом отношении, Страленберг, да и многие другие, и Мюллер позднее, Герхард Мюллер, прежде всего были заняты картографированием. Таким образом, одно из направлений складывания картины, этнокартины империи, этнопортреты империи, это создание карты. Второе очень важное направление состоит в том, что в ходе экспедиции выяснилось, что Россия, которая в прежнем, в предыдущем веке, в XVIII-XVII веке сложилась, раскинулась, раскатилась от океана до океана, с запада на восток, познает себя, интересуясь собой, в обратном направлении. Поэтому органичнее всех выглядят экспедиции, которые предусматривают глубокий заезд, глубокую экспедицию на восток. Именно с востока познается Россия. Так думал Винца. Если вам доводилось держать в руках или смотреть фрагменты его сочинения, то вас, наверное, удивило, что он начинает вообще с Манчжурии свой обзор. Проходит через всю Северную Тартария, а заканчивает этот обзор в Монголии и Китае. Начинает с востока и завершает восток. Это очень ориентальное, ориенталистское сочинение. И вот этот экс-ориенталюкс, свет с востока, продолжается в традиции глубоких экспедиций, в том числе, допустим, Даниэла Местершмитта. Это еще Даниэл Местершмитт и его первая научная экспедиция ровесники Кунсткамеры. Примерно синхронно произошло создание Кунсткамеры и запуск первых экспедиций, самой долговременной и системной, из которых была экспедиция Местершмитта. Уже умерли все те, кто сопровождал его в путь, и Роберт Орескин, с которого начиналась академия. Еще не было академии, а Местершмитт был уже в пути. Матвей Гагарин, который попал в опалу после того, как принял Местершмитта в Сибири. И экспедиция стала быть собою. Она уже сама определяла свои задачи. Местершмитт в этом отношении чувствовал себя достаточно автономно. Даже Петр умер. Все, кто отправляли его в экспедицию, он как бы вышел в этот экспедиционный космос, а по возвращении вернулся в совсем другой Петербург, в Москву, Петербург. И у него вышел конфликт с академией. Она, вновь созданная, состоящая из молодых, амбициозных иностранцев, принятых на службу в Петербургскую академию наук. Тогда утечка мозгов шла в обратном направлении с запада на восток. Не приняли вот этого самого всезнайку Местершмитта, который привез с востока знания о России. Ну что ж, это обычная конкуренция и ревность. Как бы то ни было, складывающиеся традиции познания России с востока на запад сопровождали движение всех остальных экспедиций. Возьмите, пожалуйста, Камчатскую экспедицию. И, кстати говоря, встреча в 1925 году Витуса Беринга и Денела Местершмитта в Енисейске сопровождалась рассматриванием карт. Эти два великих путешественника, один по земле, другой по морю, прежде всего были заняты этим самым картографированием пространства. Так вот, экспедиции Беринга и последующие сопровождались все тем же заездом глубоко на восток. Герхард Мюллер проследовал тем же путем. Герхард Мюллер тоже начинал с картографирования. Правда, он больше внимания уделял архивам и реальной истории Сибирского царства. И он был титаном, архивным титаном, каких не было с той поры, пожалуй, до сегодняшнего дня. Герарда Мюллера до сих пор не с кем сравнить. Он был не только исследователем архивов, но и собирателем этнографических сведений. Ну, правда, экспедиции были иного характера. Это не погружение в атмосферу, это все-таки экспедиции, которые сопровождали наряды солдат. Это и отряды, скорее, исследовательские. Очень похожие на военные экспедиции. Небольшие по численности, но тем не менее. Это распоряжения, циркуляры, которые распространялись среди губернаторов, которые и руководителей других подразделений для того, чтобы они доставляли сведения тому же Мюллера и другим. Тем не менее, именно Мюллер создал первый этнографический вопросник, включавший более тысячи позиций. Правда, он им не столько прописал для себя, сколько для адъюнкта Фишера, который сменял его в Восточной Сибири и который не справился с задачей, поставленной Мюллером. Он, Фишер, оказался не в состоянии выполнить вот это наставление своего предшественника Патрона. Но, тем не менее, первая огромная анкета, первый вопросник этнографического знания появился в исполнении Герхарда Мюллера. И, кстати говоря, тогда же в его дневниках появились замечательные в его рукописях, помимо Сибирского царства были и другие рукописи, которые опубликованы совсем недавно, значатся размышления о том, что такое исследование народов. Именно он утверждал высокую значимость того, что стало называться этнографией. Вот это самое, Фолькер, Бешрайбанг в его назывании. Именно через Мюллера развивалась этнография, еще не родившаяся. Мой союзник по мысли, в какой-то степени предшественник по историографическим студиям, Ханфер Мойлен, утверждает, что именно Мюллер является отцом мировой этнографии. Родилась этнография на просторах России, по убеждению этого работающего в Германии голландца, в его ряде работ, в том числе об общающей работе Before Boas. Это любопытно, правда? Before Boas. Для того, чтобы по-английски рассказать эту историю, нужно поставить эти два слова – Before Boas. Оказывается, в англофонии, в англофонном мире было что-то Before Boas. И это Before Boas было на полтора, чуть ли не два столетия Before, до Boas. Он утверждает, что тогда и родилась вот эта самая этнография, народоведение, народоописание. И я не совсем солидарен с ним. Мюллер здесь изображен вот этим черным силуэтом. Нос к носу с Михаилом Ломоносовым. Это не искайная история, но тоже очень важная для самопознания России. Сейчас в двух словах остановлюсь на ней. Просто упомяну, напомню вам. В общем, хорошо известную историю. Но мне представляется, что этнография сложилась чуть раньше. Я скажу об этом на следующих слайдах. А вот этот диалог случился по поводу написания, защиты, попытки публикации произнесения на самом высоком уровне диссертации Герарда Мюллера, посвященном происхождению имени и рода российского, народа российского. Когда все было готово, вступила на престол дщерь Петрова Элисавета, и в честь ее тесоименинства готовилось выступление Герарда Мюллера с его рассказом о том, откуда пошла царская власть, великокняжеская власть на Руси, с упоминанием, естественно, призвания варягов и последующим ходом событий относительно варяжского участия, которое, как представлялось Мюллеру, нисколько не принижает, а напротив, возвышает престол российский, поскольку ну хотя бы объединяет его с такими глубокими древностями европейской истории, да и с многими королевскими домами Европы, которые ведут свое начало опять-таки с тех же самых кунунгов, хейдингов Северной Европы, Нордманов. Но наступили другие времена, и Академия говорила уже не только по-немецки, но во многом и по-русски, и во главе с Ломоносовым образовалась партия, включавшая и Крашенинникова, и Попова, и других, которая выступила с опровержением вот этого возведения России к нормандским началам. И Ломоносов, несмотря на то, что сам помор и северянин, выступил против вот этих нордических изысканий. Вернее, он их преобразовывал в славянские. Рюрик у него из поморских, из балтийских славян, а что касается происхождения понятия Русь, то оно непременно из Роксолан, ну или во всяком случае уж точно не от шведского Русь. Можно сколько угодно, сейчас мы не будем этим заниматься, разбрасывать доводы в пользу норманизма и антинорманизма. Скажу лишь о том, что именно этот жаркий спор, спор, который вылился в два с лишним десятка защит Мюнлером своей диссертации, никто никогда, как мне кажется, так долго не защищал диссертацию, которая в конце концов с треском провалилась. И по описанию Михаила Ломоносова Мюллер выходил из себя, ругался с профессурой и стучал своей палкой по столу конференцкому. Этот стол сейчас стоит на третьем этаже консткамеры, башни, и когда я вхожу на этот третий этаж, у меня вот так вот звенит эхо этих ударов, клюки, палки, Мюллера, который был абсолютно прав в своих исторических изысканиях. А академик Ломоносов был по-своему прав в том, как он идеологически разрабатывал модель представления о себе России. То есть это разные правды, разные по происхождению. В конечном счете ничто, вернее, конечного счета нет до сих пор. Норманизм и антинорманизм представляют собой вот такой бинаризм в отношении к российской истории. Но мы с вами учитываем это обстоятельство только как тот фактор, который поднял еще более значение этничности, изучение этничности в идеологеме России, как сейчас говорят, национальной идее России. И вот здесь как раз мы видим с вами пространство империи, которое проходят очередные маршруты с воцарением Екатерины, началась новая инвентаризация империи, что вполне понятно. И Ломоносов, который торжествовал при Елизавете, оказался в опале при Екатерине, что вполне понятно. И кто оказался главным советником Екатерины, второй Екатерины, в последующем в Великой, в ее понимании и познании империи. Да, Герхард Мюллер. Вот эта дуэль между Ломоносовым и Мюллером, с моей точки зрения, должна украшать пункт-камеру. Ее не слышно. Это вот некоторые уши слышат. Мы планируем реэкспозицию, в которой непременно будет северность, которая так амбивалентно выразилась в судьбе и размышлениях самого Ломоносова, который одновременно критиковал Вольтера за то, что тот не знает историю севера, в том числе путешествий Норманов в Устье Двины, где родился Ломоносов в Холмагерах. И он же упрекает Мюллера за то, что тот ставит во главу российской истории, русской истории, этот самый фактор северности. В очередной раз Мюллер выступил наставником целой серии академических экспедиций, ярким вождем, лидером которых одного из отрядов и в целом выступил Петр Симон Паулас. Правильное ударение на первый слог. Так говорят немцы. Для нашего уха это трудно, и мы все время его обозначаем Пауласом. Ну, как хотите. По-немецки он Паулас. Не знаю, меня-то самого сносит бесконечно на второй слог ударение. Как бы то ни было, Петр Симон был одним из тех, кто по-новому увидел империю. Лингвистически. Кстати, сама Екатерина предавалась увлеченно составлением словников различных народов. Хорошие, в общем-то. Я бы сказал, этнографическое отношение к империи, которую тебе приходится познавать. В ту пору достаточно высока была уже мода на многоэтничность. Напомню вам, что все академические экспедиции свезли множество костюмов в ту же самую консткамеру. Мало того, еще Анна Иоанновна в 1740 году провела парад народов. Правда, это был шутовской парад. Она сопровождал так называемую потешную свадьбу, ледяную свадьбу между Шутом и Шутихой. Князем Голицыным, придворным Шутом и Шутихой, Калмычкой, Бужениновой. Тоже, кстати, межэтнический, комический шутовской брак, но заметьте, межэтнический. Игра этничностью. Сбор для проведения этого парада по два мужчина плюс женщина всех народов России и никто иной, как академики Академии наук готовили информацию для вот этого условно потешного парада народов. Костюмы были перевезены с собой, а также выданы из консткамеры. Многие, кстати, не вернулись. А те, что вернулись, увы, сгорели в пожаре. Многие из них в пожаре 1747 года, в большом-большом пожаре в консткамере. Но мода на многое полиэтничность, на многонародность сложилась в 18 веке прочно. И вот Паллас и другие в ходе этой экспедиции поддерживали те же самые интересы и традиции эксориента люкс, да, далеко, далеко на восток, по крайней мере, до Байкала. Появилось новое, новое в виде рисования. Рисовали, в общем-то, давно. Но серийно и системно рисовать народы стали в ходе вот этих физических экспедиций. Были рисунки у мистера Шмидта. И Страленберг собирал рисунки. Но, повторяю, вот коллекция рисунков была собрана в ходе этих самых экспедиций. Вот смотрите, они широко известны. Я просто обращаю ваше внимание на то, что главные фигуры этих экспедиций были одновременно любителями рисунков. При этом обнаруживается, что из многих самым большим поклонникам рисования выступал вот этот человек, Иоганн Готлеб Георгий. В отличие от других лидеров науки, своих учителей, в том числе и старшего собрата по Академии Палласа и наставника Мюллера и своего учителя Линнея. Он не числился как фальк апостолом Линнея, но он воспроизводил его системный подход в исследовании натуралей. Вот этот Георгий во многих отношениях уступал своим учителям и современникам в том или ином качестве. Он был как бы вторым во многих отношениях и больше склонен, может быть, был не к научной систематике, как Мюллер, а к каким-то художествам. Он собирал картинки, сам как будто рисовал. Но именно вот эта склонность к художествам обусловила неожиданный выход, о котором я сейчас скажу. Георгий собирал рисунки и сам рисовал. Более того, в одной из своих экспедиций, когда он находился среди... Вот его рисунки, его коллекция. Когда он находился среди тунгусов, он особенно проникся с упереживанием. У каждого этнографа бывает момент включения, когда мы начинаем понимать, зачем мы здесь, когда мы начинаем проникаться переживаниями народа, которые мы изучаем. Когда нам попадается человек, который производит на нас такое впечатление, что мы как будто разделяем его чувства, мысли. Он нам нравится, мы в него влюбляемся. Мы влюбляемся через него в народ. Происходит, я это называю, этнографический сдвиг, когда этнограф погружается в культуру народа, которую он изучает. У наших путешественников такое случалось. У Паласа это случилось по отношению к калмыкам. Он просто пел о калмыках. Кстати, сам Мюллер очень много писал и о калмыках. Он тоже был увлечен калмыками. И его первые манускрипты были посвящены, как он писал, трём языческим народам Казанской губернии. Черемисы, Ватяки и... Нет, нет, нет. Господи, заело. И вот это погружение в народы, оно очень важно для каждого исследователя. С момента этого погружения мы начинаем, мы этнографы начинаем видеть все остальные народы через этот любимый познанный народ. Он становится для нас референтным. И когда Палас описывает позднее другие народы, которые он встречает на своём пути путешествия, он использует слова «калмыковаты» на вид. Да. Референтны для него калмыки. Отныне он многие и другие народы меряет калмыцким шаблоном. Калмыковаты, большей или меньшей степени у него разные народы. Что касается Георгия, то у него случилось это рядом, недалеко от Байкала. Но тонгусы достойны того, чтобы на них именно случился этот поворот. Вот это вот погружение этнографическое. Почему? Ну, они очень сильны шаманством, их не случайно зовут сибирскими дворянами, они очень хороши в движении, они, в общем, они производят впечатление по разным параметрам своей богатейшей культуры. И не случайно в дневниках Георгия около 50 страниц, непомерно много посвящено именно им. И мы увидим с вами один рисуночек, который выполнил, скорее всего, сам Георгий, который показывает, что, собственно, проникновение в образ народа происходит через рисунок, через изображение. И мы обнаруживаем с вами второй источник этнографии. Мы с вами говорили о картографии, это изображение народа на карте. А второе изображение – это изображение костюма, внешнего вида, сцены. И вот из этих двух изображений, собственно, рождается этнография. История рождения первого свода народов Российской империи, выполненного Георги, такова. В начале из рисунков Георгия формировались издания, которые назывались «Открываемая Россия». Вышло около 12 выпусков этого журнала. Журнала из гравюр, ярких, красивых, раскрашенных. По пять примерно в каждом выпуске. Это был первый цветной иллюстрированный журнал России. Заметьте, этнографический по содержанию. И назывался «Открываемая Россия». Так Россия открывала себя. Причем в 1976 году закончилось это издание, журнала. И тут же появилось следующее издание, которое, собственно, представляло собой уже вот это самое описание народов Российской империи. Оно состояло из тех же самых рисунков народов, но сопровождалось обильным текстом. Выяснилось, что после вот этой дюжины издания журнала издатель Рот, издатели гравюр Рот и издатель Мюллер, другой Мюллер, издатель Мюллер, обратились к Георгии с вопросом, не может ли он написать пояснение к рисункам. Потому что рисунки всех восхищали, но смысл рисунков оставался не вполне понятен. Георгий, конечно, согласился. И со свойственной ему склонностью и к науке, и к художествам, кстати, не случайно в его честь назван цветок Георгин, это в его честь, вот он отличался от собратьев-академиков тем, что как-то склонялся больше к художественности. И так, рассказывая о своих рисунках, о коллекции своих рисунков, Георгий принялся писать. Ну разве можно немцу позволять писать? И он написал четыре тома, комментариев к рисункам. Из этого родился первый систематический свод народов Российской империи. Это и был момент рождения этнографии. А теперь гляньте, это 80 народов, описаны в этом сочинении, четырехтомном по-немецки, это первый вариант, трехтомники по-французски и по-русски. И вот мы видим, что описание народов Георгий состоит из таких критериев. До сих пор энциклопедии пишутся по этим критериям. Это систематика, это вполне научное рассмотрение, сопоставительное рассмотрение народов. Систематизация произведена и по происхождению, и по языку, и по, условно говоря, признаку древности, автохтомности и миграционности. Общие группы, подгруппы. То есть мы видим самую серьезную, серьезный расклад всех этих народов. Это не просто дневники. Палас при всей своей прелести, при всем великолепии, особенно обращенности к языкам и к созданию вот такого большого корпуса различных языков, уступает Георгий в его систематичности изложения. У того дневники, записки путешествия у Георгия, многое из того, что было у Паласа, но в систематическом изложении. А вот и он сам, вместе с его рисунком, о котором я говорил, рисунком стойбища эвенкийского. Его подозревают в том, что он использовал здесь манекены-кунсткамеры вот в отображении этих фигур. Вывернуты слишком руки, смотрятся как будто манекены, стоящие на подиумах. Во-первых, обращаю ваше внимание, что в кунсткамере манекены очень хорошие. Кунсткамерские манекены, я горжусь ими, они очень живые, они динамичные. Они не стоят на подиуме, вот так отставив ножку. Во многих других музеях это именно подиумные манекены. У нас живые, они сделаны с натуры. Это реально прям такие экспонаты. Так что кунсткамера не тот случай, где нужно говорить вот о такой подиумности. Но здесь действительно это есть. Но даже если это использовалось в рисунках, это не страшно, потому что музеи – это не что иное, как та же самая визуальная антропология, визуальная этнография. Но вы посмотрите, сколько живости в этом стойбище. Причем именно эвенкийской, тунгусской живости. Скажу вам, как бывалый оленевод, что нигде олень так спокойно не лежит около чумы и рядом с собакой, как на тунгусском стойбище. Потому что там олени ручные. Их действительно водят на привязи, привязывают и дуют. Они такие домашние, на них садятся верхом. Словом, олень – такой спутник. Учак. Учак – это вообще спутник человека. Он думает за своего, ну, словно говоря, хозяина, а точнее партнера. У эвенков особое отношение. Вот здесь такой эвенкийский, очень эвенкийский олень. Ну и другие черты показывают. Вот множество этих чумиков. Из одного только идет дым. Это тоже очень реалистичное отражение. Когда начинается дымок из одного чума, затем присоединяются дымки из других. Тоже очень такое стойбищное наблюдение. Мне представляется, что это момент рождения этнографии вообще. Вот такой, в исполнении Георгий. Потому что визуальность – это начало интереса. Я вот сегодня второй раз повторю эту фразу. Этнография начинается со взгляда. Со взгляда между разными народами. С узнавания. И между исследуемым и исследователем тоже со взгляда. И вот этот взгляд выражен здесь, в этой картинке. Предположительно, Георгий остался только докопаться. Я не знаю, удастся ли это. Во всяком случае, мы видим, что именно тот мастер, который стал описателем народов, исследователем народов, благодаря этническому, этнографическому погружению среди эвенков, написал вот эту эвенкистскую миниатюру, в которой чувствуется живость, чувствуется стойпичность, чувствуется реальность. Боюсь ошибиться, вернее, не боюсь, наоборот, осмелюсь предположить, что вот в этой картинке мы имеем как раз вот ту самую молекулу, тот самый исчезнувший черешок, которого недостаёт в понимании, откуда есть пошло народоведение в России. Вот так мы застали с вами российскую науку, российское народоведение, как результат самопознания империи в исполнении Академии наук, которая была мозгом в ту пору, этой самой империи, каково им и положено быть любой Академии наук. И вот в ряде последующих позиций мы видим продолжение этой традиции. В частности, чем хорош Миклуха Маклай в своём наследии? Я не буду сейчас погружаться в сложнейшие траектории его судьбы, в его амбициозные планы, в его проекты, которые и прожектами можно называть подчас, в его виртуозную дипломатию от этнографии и от науки вообще в европейских азиатских дворах, царствующих, королевских дворах, а также в его отваге, иногда превосходящий здравый смысл в погружении, так сказать, в дикарскую жизнь, хотя это сопровождалось и проектами относительно завоевания позиции главного папуаса, и, собственно, берег Маклая был ничем иным, как землёй самого Маклая, который он не прочь был устроить под протекторат какой-либо из стран. И его международная дипломатия состояла, вообще говоря, вот в этом разговоре на разных языках, соответственно, с российским императором, германским и британским. Но не напрямую, не везде напрямую Александр Третий даже оплатил все долги Миклуха Маклая, которых он насобирал массу. Это сложнейший человек. Мне кажется, мы обедняем драматургию его судьбы тем, что выдаём слишком плоское конфетное его отображение. Там такая многомерность, там такой герой. Ей-богу, он стоит вот такого глубокого, нового познания в своей необыкновенной траектории путешественника. Но что интересно у Миклуха Маклая, это то, что он лучше рисовал, чем писал. Первое, что он делал, прежде всего, это набрасывал изображение. Вот вам всё начинается со взгляда. Взгляд Николая Барона Маклая, как он позиционировал себя за рубежом, начинался с рисунка. Это ещё одно очень интересное наблюдение относительно соотношения визуальной антропологии или визуальной этнографии и науки о народах. Иногда мы слышим, что визуальная антропология появилась чуть ли не в 20 веке, где-то там кино, фото, что-то ещё. Да нет, мы видим с вами, что и образы, изображения предшествовали текстам. В дальнейшем, я уж пробегусь, для меня главное было показать вот эту почвенность и саму природу, сам ход становления, прорастания этнографического знания. В дальнейшем, кстати, очень многое было снесено. Именно под воздействием Запада, что у нас частенько происходит, распространился эволюционизм, который назвал себя единственной вещью верной научной теорией. В ту пору для науки было свойственно претендовать на замещение собой религии. Вы помните, наука боролась с религией, но и в традициях любой религии называла себя единственным верным учением. вот эволюционизм претендовал на то, что исключительно он, эволюционизм, отвечает на все основные вопросы, и поэтому именно с него, с эволюционизма начинается настоящая наука. Вот вам, кстати говоря, и ответ, почему мы, вслед за традициями Западной Европы, считаем, что антропология возникла в середине или во второй половине девятнадцатого века, хотя в нашем случае она возникла веком раньше, в восемнадцатом, но настоящая, все речь, истинная наука под зонтом эволюционизма возникает в девятнадцатом веке, откуда и берется от счет, так сказать, новая эра, новая эпоха, эпоха науки, эпоха истинного эволюционизма, то есть все относительно. Кстати говоря, сам эволюционизм очень скоро оказался рассмотрен иначе. Вот, пожалуйста, продолжатель почвенных традиций Николай Ильич Данилевский рассматривал многомерно мультицивилизационную историю человечества. Кстати, он был совершенно некабинетным ученым, очень многое он сделал на русском севере, его интереснейший был рыбным инспектором, организатором целого ряда экспедиций, то есть в этой практике Данилевский был нормальным, хорошим этнографом, занимаясь историей поморов, взаимоотношений поморов с норвежцами, ну и так далее. Но его представление о многоочажности развития человечества, помните, да, 12 плюс 1 культурно-исторических цивилизаций или культурно-исторических типов, это учение, позиция о самобытном развитии, независимом относительно, развитии различных сообществ, различных культур, в том числе в мечте еще и славянского мира. Так вот, эта книга появилась, Россия и Европа появилась в том же 71-м году, в каком вышла книга «Первобытная культура» Эдуарда Тайлора. То есть, вообще говоря, эволюционизм недолго процарствовал в науке, и буквально в первой, в том же году, когда появилась одна из классических книг, вот возникло возражение такое. Позднее из этого произойдет, разовьется направление, называемое реалитивизмом, относительностью, теория относительности, которая до сих пор с переменным успехом продолжает развиваться в мировой науке. Еще важно представлять себе развитие отечественной науки по-прежнему. Вот в этом сочетании я перелистываю различных направлений, и вот здесь я делаю акценты на соотношении очень ярких исследователей, которые объединяют Петербург, Петербург своими судьбами, Петербург и Казань, в том числе Кунсткамеру, Музей антропологии, этнографии и Казанский университет. Это Радлов, Вильгельм Фридрих или Василий Васильевич, замечательный тюрколог и организатор науки и музейного дела, и Бруно Адлер, выдающийся исследователь, который незаслуженно забыт и нам с вами предстоит вернуть его науке. Именно под началом в советское время, когда происходило возрождение этнографии, а почему в советское время происходило возрождение этнографии, да потому что советская социалистическая революция движимого была во многом национальным позывом, национальным мотивом, протестом против державности, великороскости со стороны в кавычках угнетенных инородцев. Это очень важный фактор, который привел к складыванию совершенно новой власти, в том числе при поддержке в сочетании с движением третьего интернационала и всего того, что привело к становлению Советского Союза, как вообще говоря, Союза Народов, формации которых в виде республик, краев и областей по национальному признаку были узаконены и все это было названо, ну, например, в последующей историографии империей позитивного действия, или, точнее, империей утвердительного действия по отношению к национальным сообществам. Кстати говоря, именно на пространстве России, предреволюционной России возникли вот эти вот интереснейшие опыты, помните знаменитую этнотройку, тоже относящуюся вот к этому бунтарскому складу или сообществу, три замечательных еврея, которые наряду с поляками, немцами и другими, кто исследовал Сибирь, породили новую науку, они были наследниками, с одной стороны, общественных практик народовольцев, которые ходили в народ и практически занимались тем, чем занимаются этнографы, вживанием, сопереживанием и так далее. И их же практики породили за несколько десятилетий до опытов Бронислава Малиновского то, что называется глубоким погружением. И вот в этом смысле становления науки я прекращаю сейчас свою лекцию, чтобы дать вам возможность задать хоть один, хоть два вопроса, но пробегом упоминаю о том, что советская эпоха оказывается рефреном повторения примерно той же самой ситуации. Мы видим новая власть инвентаризует ресурсы и главным приоритетным направлением и главными ценностями оказываются этнические ценности. Советский Союз это союз народов. Помните? Семья народов, ну и другое. Правда, в разрез как будто с этим идет другое направление называемое интернационализм, но он складывается позднее. 20-е годы советской власти это апогей этничности, этнологии, этнографии. Московский истфакт Московского университета был переименован в этнологический факультет. В 17-м году в Казани сложился первый археологический этнографический институт при участии Адлера. Кстати говоря, раньше, чем в Петербурге и в Москве. Еще один эпизод, где любят в Казани учитывать первенство. Вот, пожалуйста. Это растет. Еще бы. Вот здесь, в Казани, что удобно, не надо никому объяснять, что такое этничность, как ценность для человека, для народа. Так вот, все 20-е годы этнография вместе с национальными движениями, вплоть до националистических движений процарствовала. И Штернберг неслучайно называл ее квинтэссенцией общественных наук. А вот в конце этого десятилетия, в 29-м году, в апреле, в Мраморном дворце случился сход, конференция этнографов Москвы и Ленинграда, которая, как будто, вот это собрание этнографов двух столиц, готовила всеобщий съезд этнографов Советского Союза. Это должно было стать торжеством этничности и этнографии. Но вместо этого на съезде неожиданно, вообще ожидалось, что будет главной схваткой между москвичами и ленинградцами, между Преображенским, лидером Москвы, и Богоразом, лидером ленинградцев. Но вместо этого вышла из тени третья фигура по фамилии Аптекарь, и этот Валериан Аптекарь поприветствовал съезд неожиданным выступлением от имени Марра, академик Марр, в ту пору хозяин мраморного дворца, где располагалась Академия материальной культуры, и он не вышел к конференции, запер на неделю этнографов, измотал их так выступлениями своего ученика Аптекаря, который высказал простую и совершенно правильную мысль о том, что этнография и марксизм несовместны. И как ни пыталось это сообщество авторитетных, подготовленных, опытных исследователей проинтерпретировать иначе это сочетание, ничего не получилось. Действительно, они не созданы друг для друга. В ту пору это было подписание приговора для этнологии и этнографии, которая была царицей наук, и в 29-м, а точнее в 30-е, в начале 30-х годов ее разжаловали во вспомогательные исторические дисциплины. Так наука наук для России этнография превратилась в золушку, в подчерицу, гонимую. Но даже спасибо судьбе не все удалось академику Марру. Николай Яковлевич естественным образом ушел и централизация науки развалилась и фетическая теория не стала единственной господствующей. Ну и так далее вы знаете или по крайней мере я думаю, что остаток тем можно перенести на следующие встречи. Скажу лишь, что несмотря на то, что этнография была разжалована в ефрейторы и полтысячи примерных этнографов было физически истреблено, а это примерно столько, сколько у нас вообще этнографов сейчас. Ну может быть чуть меньше. Представляете? То есть популяционная этнография была истреблена. Несмотря на это она все-таки нашла лазейку, где ей пожить. В этногенезе академик Марр оставил всего лишь одну щелку, назвав этногонией одной из направлений, которые он поощряет в качестве исследования. И туда забрались этнографы, и там вместе с археологами и физическими антропологами развивали дальше свою науку. Так появился этногенез. И из этногенеза выскочила опять молодая этнография с теорией этноса. Откуда ни возьмись, вновь этнография. Да, мы можем сколько угодно сейчас вспоминать неудачи Гумилева в его бурной, яркой, яростной полемике с Бромлеем, но это была замечательная эпоха воскрешения этнографии. Вновь наука звучала примерно с теми же интонациями в том же статусе, как в 20-е годы. Еще раз мы видим восстановление, возрождение этнографии на очередном политическом сломе. Вывод. Этнография это почвенное народознание, народоведение, это почвенная наука для России. Это наука такая же фундаментальная, как и прикладная. И я вообще противник разделения состояний прикладной и фундаментальной. Я считаю, что, считаю вслед за Кирхгофом, замечательным физиком, что хорошая теория всегда практична. Этнография это как раз очень жизненная наука, наука практики. Поэтому вот в этом отношении мне сегодня задавали уже вопросы, а отвечает ли этнография на вызовы современности? Да, сегодня уже существует веб-этнография, киберэтничность. Сегодня мы заново относимся к реальности, нисколько не стесняясь ее, не пугаясь наоборот, с интересом сопровождая ее. Должна ли наука в какой-то степени прогностически опережать реальность? Не знаю. Но она должна быть отважной, смелой, ничего не стесняться и сходить только из того, что она это мозг и нации, и человечества отдельных. Вот для России, повторяю, она естественно и родилась-то на этих просторах и до сих пор занимает соответствующее положение. Вот такой панигирик, вот такая апология этнографии сегодня прозвучала, как на родоведении. И когда нас западные коллеги иногда с иронией упрекают, ну что вы все про этничность да про этничность. Не надо этого стесняться. Это наше конкурентное преимущество. Это особенность нашего состояния. И повторяю, у нас такой мощный академический слой или многослойность в исследовании этничности, что им остается только завидовать нашему опыту в этом отношении. Повторяю, надо ни в коем случае не пытаться забросить это как нечто устаревшее напротив. Мы видим, что этничность возрождается в разных вариациях, она никуда не уходит, а просто меняет свои формы. Соответственно, меняет формы наука об этой самой этничности, называемая народоведением. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦМЕНТЫ КОНЕЦМЕНТЫ Коллеги у нас очень плотно со временем. Сегодня предстоят большое количество встреч, поэтому у нас есть время на один, максимум два вопроса. Пожалуйста, кто готов, поднимайте руки. Микрофон у Валерия у вас, да? Пожалуйста. Прошу. Ну, я бы задала вопрос. Пожалуйста. Нет, пожалуйста, директор фикотографического на теле Казанского университета. Так, еще раз погрузим. Вот на предыдущем слайде, когда Маталья как раз была фигура Матолина со скучной прекрасной рассказами по тому, что он определенный период времени работал здесь, писал здесь и собирал диалог по своей дальнейшим работам. И он же сыграл предходную роль в судьбе Груна Федоровича, о котором мы говорили. Скажите, пожалуйста, не кажется вам, что история «Инография» это прежде всего история людей. Их дружбы, их вражды, их межличностных отношений. Так что у нас очень часто говорят, что сам его способствует педагогическому изучению. Но изучать начинают тогда, когда появляются люди, искренне заинтересованные, которые происходят в момент проявления в науке сроки переживания, о чем мы говорим. Это первый вопрос. Второй, как можно отмечировать сейчас, может быть, посредством тех же самых ученых и биографии, не выходной «пиография родился, женился, умер», написал «пиография», а буквально международных отношений и тех парамерий, потому что люди никогда не были разломаны, это была некакая корпорация, все только знали, все с другими общались, встречались на мероприятиях, как и сейчас. Кто-то кого-то любил, кто-то кого-то не любил, но как и везде. И второй вопрос, как это можно популяризировать, как это можно развивать? Значит, что-то второе. Давайте мы с вами, вот прямо с вами, Елена, выполним наш долг, проект по Бруноу Фредериховичу. Не забываем, он ученый. Но нужно публиковать, понимаете? У нас есть публикации, хочу все это схватить. Надо сильно публиковать, надо публиковать со звоном, понимаете? Вот давайте, где? А, вот нужно цыганочку с выходом. Вот понимаете, ну, есть сегодняшние методики, ходы для того, чтобы распространить это знание. Я совершенно с вами согласен, что этнография – это история людей в разных отношениях. И людей, и народов, и людей, исследователей, и когда мы вкапываемся в эти взаимоотношения, вообще во внутренние мотивы, мы обнаруживаем поразительные вещи. Но тоже Бронислав Малиновский, как он оказался создателем новой школы, сочетание обстоятельств, в том числе его амбициозная претензия на то, чтобы он, польский дворянин, вообще вошел в аристократические круги Британии. Что для этого нужно? Совершить путешествие, открыть какие-нибудь новые земли, и, как любое путешествие, ставит человека в совершенно новый разряд. Кстати, кто не знает, пожалуйста, имейте в виду, что для того, чтобы поднять свой социальный статус, ну, можно совершить путешествие, и все получится. И в свое время это было общей практикой. Вообще, путешествие, это признак свободного человека. Сегодня это стало демократичным таким явлением. словом, персональные биографии это часто взгляд и на людей, и каждое классическое учение это очень личностная история. По существу этнология, вот я различаю этнографию и этнологию таким образом. Этнография это образ народа, созданный посредством его описания. На самом деле это ремесло нисколько не ниже по уровню, чем аналитика. Потому что что значит нарисовать, создать образ народа? Крайне сложно, потому что вы берете на себя ответственность живописания этой самой культуры. А этнология это в какой-то степени аналитика за письменным столом исследователя. Когда вы включаете собственную субъективность и говорите от лица народов откуда они произошли, что они там думают себе. то есть в этом смысле этнография и этнология различаются по субъективности второй и этнография как передача образа в большей степени вот такое художественное документальное сочинение. Но везде присутствует эта персональность. Собирая вместе ваши вопросы, я бы сказал, что возможностей у нас очень много. мы просто не всегда правильно даем аранжировку. Вот этнографии не хватает визуальности, не хватает динамики, не хватает амплификации, извините за слово, какой-то правильной громкости, обозначения. Я убедился, что эти идеи захватывают легко. Вот только что, когда меня Владимир Владимирович попросил порепетировать, что я буду говорить вам, я сказал, ну я как раз сейчас отправляюсь в Сенат и порепетирую. У меня было выступление недавно в Совете Федерации, где я рассказывал о северном векторе России, о северности России, об арктических культурах и понял, что даже тембром голоса можно увлечь таких занятых людей, как сенаторы. Да, 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 да. И у них что-то появилось, потом я слышал очень много интересных отзывов. То есть даже на такой уровень можно распространить этнографию, используя какие-то возможности. Что касается нас с вами, у нас очень широкий диапазон возможностей. Это и университеты, и наши студенты, это наши музеи, это что такое музей? Музей, это публикация. Мы можем создавать вот эти театры, народные сцены наших музеев. Мы публикуем в наших журналах. Я, кстати, восстановил знаменитый журнал «Этнография». Пожалуйста, коллеги, он открыт. Не хочу говорить вот эту фразу, но обязательно скажу, потому что наукометрия с реальной наукой сожительствует сегодня уже. Это грех, но он происходит. Этот журнал уже в скопусе. Словом, я под наукой понимаю стремление к открытиям, а под наукометрией или метрией я понимаю складывающиеся вокруг этого такие лукавые социальные технологии, когда открытие на каком-то условном плане. Так что в ответ я вам отвечаю, что за нами дело. Елена. Отлично. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok